Утверждение бюджета и социально-экономической стратегии города, разработка и принятие правил по вопросам местного самоуправления, установление местных налогов и сборов, определение порядка управления муниципальной собственностью и контроль за деятельностью органов МСУ. Обязанности городской думы четко прописаны в уставе. По словам ее председателя Антона Ульянова, многие об этом часто забывают и спрашивают с депутатов чуть ли не за все городские вопросы. Часто и жители, и должностные лица апеллируют к городской думе, к отдельным депутатам по вопросам чуть менее, чем всего. А вот почему у нас вот это не делается, а почему у нас вот это не делается. И я поэтому, опираясь на наш устав, говорю о том, что в рамках устава мы конкретно с вами и делаем. За прошлый год депутаты провели более сотни заседаний комитетов. На них обсуждали вопросы бюджета и деятельность администрации города. Установили для предпринимателей скидку 30% на налог на имущество физических лиц. Приняли ряд правил и положений. Привели нормативные акты в соответствие с верхними законодательствами. Серьезный провал в деятельности, по мнению Антона Ульянова, отсутствие работы по утверждению новой стратегии социально-экономического развития. Прошлую стратегию утвердили еще в 2018 году. Конечно, мы прекрасно понимаем, что с тех пор мир вокруг нас сильно изменился, да и город Саров совсем другой. У нас в мире произошла пандемия ковид. У нас сейчас специальная военная операция. У нас просто невероятно жесткие, каких не бывало никогда и ни с кем, санкции экономического плана. Ну и город. У нас присоединились территории. У нас запущен грандиозный проект федерального масштаба Национальный центр физики и математики. А стратегия все та же. Она неплохая. Она имеет право на жизнь. Ее можно брать за основу для того, чтобы двигаться дальше. Но то, что ее нужно пересмотреть, сегодня всем очевидно. Активно обсуждали депутаты в 2022 году и реструктуризацию МУПов. По закону до 2025 года все муниципальные предприятия должны сменить организационно-правовую форму. Вопрос движется медленно. Дума и администрация пытаются найти решение, которое устроит всех. Создана рабочая группа, в рамках которой стороны ищут для каждого МУПа оптимальный вариант реструктуризации. В Государственную Думу внесен законопроект о продлении сроков изменения этой организационно-правовой формы до 2030 года. У меня сомнений в том, что законопроект будет принят практически нет. Вместе с тем нельзя предаваться, расслабиться в этом направлении. И нам нужно начатую работу продолжать. В городской думе Сарова четыре комитета, каждый из которых работает в своем направлении. Оценивая работу коллег, Антон Ульянов заметил, что среднее число комитетов, в которых состоит каждый депутат, два с половиной. По мнению председателя, это слишком много. Из-за этого страдает явка. Явка на комитеты, вообще говоря, оставляет желать лучшего. Мне бы хотелось, чтобы один депутат, уже мы половину срока отработали, даже больше, определился, где ему все-таки наиболее интересно. Ведь мы приглашаем на комитеты всех. Вы не принимаете решения, может быть, в рамках комитета, не голосуете. Но вы можете принимать участие в обсуждении, право голоса у вас остается с точки зрения высказывания своего мнения. Но один-два комитета. Отчет председателя Думы коллеги приняли к сведению и вынесли на сессию.